привет дорогие друзья сегодня я для тортика своего сыночка на гадавасе буду делать цитрусовый бисквит принцип у него приготовления как и любого другого бисквита он очень схож и похож поэтому видео будет довольно коротким расскажу только о том что бисквит получается таким же пористым незабитым ничего на него не влияет он очень ароматный он прекрасно подойдет под зимние тортики потому что он пахнет бесподобно просто цитрусовыми но в общем один раз попробуйте я думаю вы влюбитесь в этот бисквит для начала я взяла апельсин можно взять в принципе любой другой фрукт будь то мангу неважно что вам понравится можно взять другой фрукт я его помыла хорошо отправила в морозилку я просто если честно делала лимонад апельсиновый и меня осталась вот такая вот апельсиновая мякоть вместе с кожурой совсем я взяла этой мякоти 100 грамм вы можете просто сделать допустим пол апельсина заморозить перебить ее в блендере обязательно вы иметь оттуда во косточки вместе с мякоти и совсем кожурой она даст более такой аромат насыщенный я буду делать бисквит на 6 яиц мне нужен довольно небольшой но очень высокий бисквит у меня будет высокий торт поэтому я буду брать небольшую форму но рассчитывать на то что он у меня высоко поднимется для начала начинаю взбивать белки тем временем отвесила сахар либо я уже знаю что у меня как бы мой стакан это 200 граммов сахара у меня здесь 200 граммовый стакан и постепенно после того как белки уже взбились в пену начинаю добавлять сахар и сюда же добавляю сразу ванильный сахар либо ванилин что у вас есть и и взбиваю до полного растворения сахара тем временем подготавливаю соду отсыпаю ее нужно будет погасить буквально небольшим количеством уксуса девяти процентного это поможет нашему бисквиту быть пушнее всыпаю быстренько соду и также быстренько сюда же яйца точнее желтки буквально несколько секунд для того чтобы желтки перемешались с белком и все также теперь уже не взбивая выкидываю сюда всю фруктовую массу цитрусовую в моем случае и аккуратненько перемешаю венчиком буквально просто вот чтобы немножко и добавлю сразу муку муки можно сюда взять от полутора до двух стаканов я чаще всего беру два стакана если вы видите что в конце у вас тесто получается густовато я добавляю сюда еще грамм 20-50 ну вот смотря по консистенции молока могу добавить если уже совсем густое тесто но обычно этого не нужно либо чуть-чуть добавляю как как вам нравится теперь я как бы пропускаю свое тесто сквозь венчики можно воспользоваться ложкой лопаткой кто как любит кому как удобно я уже приспособилась так потому что меньше мыть посуды потом и заодно это хорошо перемешивается наше тесто не забивается перемешиваем снизу вверх так наше тесто не забьется отправляем тесто на противень в моем случае это форма где-то 22 на 22 я сделала вот такой двойной кантик для того чтобы он не получился высокий отправляем духовку при температуре 180 градусов минут на 45 тире час пробуйте верхушку бисквита и пробуйте и зубочисткой и у вас получится вот такой вот замечательный пористый бисквит которому обязательно перед разрезанием дайте отстояться хоть несколько часов а с вами был кекс до новых встреч пока пока